1 2 3 3 2 1 плохая рифма получается у нас у нас здравствуйте зрители этого замечательного youtube канала который ведет юля рук лорида надя эгерс и теперь я иногда мы получили не один комментарий что вам нравится наша команда и мы решили что иногда будем сниматься все вместе юля надя и я иногда будем по отдельности по мере возможности как кто будет занят а сегодня мы вам покажем дом и информацию по дому сейчас расскажет надя передаю слово надя добрый день дорогие друзья и кости этого замечательного канала который ведет юлиру флориды с вами сегодня надя эгерс ваш риэлтор в центральной флориде а точнее город орландо и пригороды этого города я очень рада вас снова видеть на этом канале и мы хотели сегодня сделать вам экскурсию по новостройкам то есть дома от застройщика застройщик достаточно хороший это элитный застройщик называется пульт хомс комьюнити находится в винтергардене это последнее время очень популярный город для покупки жилья здесь отличные школы все школы высокого рейтинга расположение самого комьюнити очень удобно удачно здесь пяти минутах в одну сторону шоппинг плаза с с магазинами в другую сторону пять минут еще паблик с магазин например да и в десяти минутах отсюда огромная плаза с ресторанами с различными магазинами бутиками то есть большая достаточно такая плаза то есть принципе сама инфраструктура района она уже достаточно развита также отсюда минут 20 до downtown орландо 25 смотря в какую часть я как раз я смотрю здесь новые комьюнити связь очень плохая не могу понять сколько до орландо минут 25 я сюда ехала от downtown орландо около 25 минут 23-25 минут давайте я расскажу вам про эту модель замечательную модель называется white stone кстати комьюнити я не сказал название комьюнити называется lakeview preserve здесь буквально на территории этого комьюнити вернее комьюнити находится на территории огромного озера просто огромное озеро у них есть свой пирс чтобы можно было на каяках заходить в воду и кататься наблюдать за красивым закатом или рассветом как удобно значит модель дома называется white stone здесь четыре или пять спален можно выбрать можно из одной из спальни сделать просто офис или можно не офис использовать это это помещение под пятую спальню то есть это будет на выбор покупателя именно в этой модели честно говоря нам надо посчитать сколько у них спален мы еще как бы там не были да это будет делать миша также две с половиной тире четыре ванных это тоже будет по заказу клиента когда будет обсуждаться проект строительства то есть я сейчас говорю не а конкретно этой модели мы тоже здесь посчитаем сколько конкретно здесь ванных комнат в принципе в такой модели если вы будете строить с фундамента вы можете вместить до четырех ванных а комьюнити это молодую да это комьюнити молодой она первый дом здесь был продан 2019 году совершенно молодой комьюнити дальше гараж на две машины помнешь по мне тут ползают мы по-моему наступили на их муравейник не надо ну не надо мы к ним в гости пришли они они к нам на две на две машины гараж размер метраж этого дома 2894 квадратных фит в переводе на квадратный метр миша ты придумай 2 260 наверное квадратных метров ты думаешь ну да ну юля в квадратных картинку да 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 мы уже посчитаем скалькулируем вот как раз посмотрим угадали или нет я бы сказала 260 260 я говорю 300 200 280 делаем ставки господа окей цена базовая цена этого дома 500 2 22 тысячи девятьсот девяносто ну практически 523 тысячи можно вопрос извините да а базовая цена это что обозначает базовая цена это дом без лота без участка это участок земель да да то есть участок это будет дополнительная дополнительная цена к дому то есть базовая цена за стены внутри даст за саму конструкцию и с ремонтом с базовым ремонтом ремонт можно делать базовый можно делать премиум берешь более улучшенный материал да да но стандартно это пятьсот двадцать три тысячи долларов плюс земля лоты здесь в данный момент стоят от 60 до 90 тысяч то есть это будет плюсом к этой базовой цене и цена лота зависит от сегодняшнего рынка их выкидывают по 3-4 лота в неделю может быть вот и назначают цену уже застройщик каждый раз новая цена такому или другому лоту и зависит от вида ну давай скажем что сейчас это варьируется от 60 до 90 тысяч долларов участок земли может стоить в этом комьюнити это на данный момент стоит дальше конечно цена может вырасти девушки мы конечно любим нашу с вами профиль нам жарко давайте на крыльцо перейдем в тенек потому что уже спина градом лично у нас тоже я думаю что нам уже можно внутрь расскажу говорим можно прием и в этом комьюнити 180 долларов в месяц что у него не очень высокая чуей да и о чем мы посмотрели здесь бассейн красивые детские площадки мы еще проедем я думаю юля вставить пока плюс здесь огромная большая детская площадка это тоже входит в услуги и чуей бассейн фитнес clubhouse вот док это пирс который может могут жители комьюнити использовать чтобы кататься по озеру тоже входит в эту цену но естественно газоны которые принадлежат комьюнити дороги дороги до обслуживания это все ходит в очередь по налогу в данный момент я точную сумму сказать не могу потому что это новая конструкция и точно налог уже будет рассчитан в 2022 году после продажи этого дома налог приблизительно это 17 процентов от налоговой цены дома это когда-то мы обсуждали это кадастровая цена дома то есть не от цены покупки да вот например я сказал цена покупка 522 523 тысячи до плюс земля а налог будет рассчитываться от кадастровой стоимости это будет оценка произведена налог на налоговиками апрейзилами то есть оценщиками специальными и это не это будет ниже цена чем рыночная я думаю да 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 кстати русскоязычные зрители поймут что когда мой канал немного прорекламирую себя с вашего позволения мы обсуждали да мы с надей сделали небольшое интервью поэтому приходите и посмотрите как раз таки по налогам по налогам и про кадастровую стоимость либо жара либо мозги поплыли все поплыло то есть налог считается еще одно твое любимое слово последний вопрос сколько такой модельный дом по времени строится мне было сказано от 8 от 8 до 10 месяцев а из чего сделан этот дом дом сделан из блоков кстати ты вот можешь чуть-чуть увеличить видишь вот как раз строятся эти дома то есть это блочные дома первый этаж был 1 этаж этаж блочный а второй этаж водон фрейм это как каркасники деревянные да слава богу в кондиционер и хотел обратить внимание то что комьюнити достаточно молодое и вот есть специфика покупки модельных домов вот например немного он уже под истаскал ну как сказать подушатали его немножко да подушатался да то есть здесь же все люди приходят видите здесь очень много просмотров конечно ежедневно много людей заходит и выходит естественно они это все подкрашивают когда они будут продавать то есть если если что-то было сломано случайно до прохожим то как бы ну не будет в этом же виде продаваться то есть они подремонтируют это кстати хороший момент что они все-таки отремонтируют давайте начнем с веранда вот такая веранда у нас имеется кофе йог венцо так а мы проходим ой ступенька и нет так что у нас здесь сразу переходное знамя это у нас как раз таки честно говоря мы еще не видели этот дом поэтому с вами мы будем сами искать изначально я так понимаю что вот из из этой комнаты можно сделать четверть пятую спальню да то есть изначально я говорила 45 спален в доме вот это вот офис то ли они сделали из него офис сейчас да то ли еще есть одна комната из которой можно сделать пара смотри знаешь почему не каждый спальню получится здесь нет гардероба а как раз таки это и есть выбор они могут поставить гардероб тогда это уже будет считаться пятой спальни да здесь когда как раз мы хотим обратить внимание но для меня тоже это было удивительно я бы вот такое помещение уже считал спальни но в америке она не считается спальни потому что здесь нет вот сейчас данный момент гардероб но да вот такой нюанс на самом деле это обыкновенная перегородка с дверьми то есть любой может сделать спальню многие предпочитают использовать как офис да мне кстати понравилась стена это просто такой декоративный элемент да это не не кирпич не натуральный это просто проходим так что у нас здесь здесь у нас кладовочка есть ванная большая но это половинка это чисто туалет туда мы не заходим как здесь гараж на сейчас это офис завтра же дам проходи сюда посмотри какая большая как это уберут комнаты ландри то есть это прачечная давай залезь нет сломаем а прикинь открыл бы понятно так хорошо здесь вот смотрим доводчики недоводчики почему я лишь должна твою работу делала мочи к ним тоже очень приятный момент что есть раковина хозяйстве хозяйственная да да то есть ведро можно набрать здесь они на кухне когда у тебя пятна ты можешь замочить да конечно да это плохо большая постирочная что что мы видим умный дом это security на всего на всего охрана я бы лучше не трогала лишь по моему взлетим катапультируется так а вот один она основное это гостиная вы знаете кстати вот этот дом вот именно вот эта модель именно вот этот дом он будет стоить дороже чем-то отцу сумма которую я называла это около 680 тысяч то именно вот из-за всех вот даже вот аппаратов за предлагается лучше полы качественные материалы плюс сама отделка тоже лучше например вот эти кирпичики стены я думаю это тоже это это улучшенный пакет на также фартук например да в обыкновенном стандартном пакете это будет будет более простая плитка здесь они посимпатичнее плиточку положили это кварц кварц до поверхности кварцевые пакетах можно выбрать гранит или кварц кварц он подороже это думаю а это электрическая здесь электрическая плита до миша доводчики миша не отставай передача микрофона произошла дарь кировочка деле микрофон теперь я должен проверить все под ключ сейчас будут залезать в общем шкафчики в холодильнике смотреть как че тут устроено простыми словами о сложном слушайте вот салатик есть так давайте приступаем вот чем это конечно же сотрудников которые не работают модель они здесь обедают так здесь заглянем посмотрим а вот интересная деталь касаемо этой модели входит ли бытовая техника и какая честно говоря этот вопрос я у застройщика не спросила но чаще всего чаще всего у застройщиков в стандартную цену не входит холодильник и не входит как ни странно микроволновка вот здесь вот она есть но она не входит а бывает что микроволновка входит но холодильник чаще всего не входит все понятно все остальное с бытовой техники а так посудомой сюда мой когда плита духовка но бывает да 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 вместе да здесь отдельно что еще а машинки стиральные сушильные нет не входит все будем знать просто это значит стоит обычно для красоты просто чтобы это стоит как стейджинг да то есть как вот мебель здесь стоит но вы в принципе за дополнительную плакание что есть это не входит стандартный пакет а усовершенствованный пакет это входит все понятно простыми словами так резюмирую датчики есть все хорошо закрывается доводчики резюмирую ставим пятерку доводчики здесь есть это нас всегда радует но хочу тебе сказать то что помнишь мы на параде домов смотрели с тобой вот эти фартуки здесь видишь на параде домов были представлены что вот эта плитка она выложена до конца а здесь сейчас смотри опять сделали половинку и немного пожалели сэкономили в общем да ну а по шкафчикам как всегда стандартная история здесь ничего не покрашено напрягаться они не любят но это здесь на самом деле никто и не ценит вот что идем дальше мне очень нравится когда одна большая года очень удобно когда она разделена ну интересно по-другому немножко дабы часто бывает что на 2 разделено и не знаю не удобно даже тут же кастрюлю помыть и мне нравится вот этот материал я честно говоря не умеет матовый какой-то матовый материал очень обратите внимание здесь нет измельчителя в народе которого называют хрум хрум а где кнопка может на руку туда засунуть и посмотреть слушай вот нет это я знаю вот смотрите вот так измельчитель выглядит с этой стороны внутри изнутри вот почему называется хрум хрум слышали слышали звук но это кстати минус это неудобно вообще это для американцев это плюс потому что это стоит где-то чаще всего чаще всего кнопочка находится рядом со смесителя все русские слова забили ничего страшного нас можно понять дополняем друг друга то что запомнил то что помнит вернее нас можно понять и простить здесь в принципе зал открытая планировка как стандартно мы часто видим обрати внимание на занавески опять же эти непонятные которые половинчатые просто для декора сделаны да вот 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 наверху посмотрите их то есть невозможно уже сдвинуть это просто для декора их конечно даже в самой крутой комплектации не будут включать это просто стейджинг и все для пойдемте вот в ту зону посмотрим что там юль проходи первое да давайте посмотрим дизайнерское решение да вообще очень интересно да это точно апгрейд это точно апгрейд за дополнительную плату то есть но уютненько так получается симпатично что это у нас за спальня это мастер бедром это мастер а это значит хозяйская спальня русскими словами смотри здесь тоже вот эти похожи на гипсовые кирпичи сейчас я сейчас я постучу специалист ну гипс не гипс но что-то типа того слушай спальня достаточно большая вот я метр восемьдесят девять да и ну и размер спальни тоже хороший это king размер king size то есть большая кровать еще тут много места поместилось правильно юль посмотри в зеркало покажи себя уже наконец-то я стесняюсь смотрите вид тоже кстати хоть он как будто бы и на забор и там машины за забором ездит но красиво что здесь как такой холмик идет и много зелени видно не знаю так уютненько красиво красиво если там еще около забора все засадят деревьями вообще будет живо из я бы еще вот около забора я бы посадила высокие деревья вообще супер было бы то есть мне это нравится спада это будет зависеть от еще ей потому что там уже не наша собственность да это собственность еще и что они посадят вот кстати прикольно что надя это объясняет мы тут силе уже губу раскатили а мы бы садили деревья до рыбы посадили да и укропчик мы выйдем попозже на улицу это будет уже скорее всего более понятная линия участка ну значит а мы посадим деревья так это у нас хозяйская банная вот они две раковины как это а кстати я хотел на них поругаться что вот здесь мало места для шампуней но смотри как здесь много но здесь хорошо то есть здесь можно все это заставить кстати вот здесь присесть можно а вот как вот здесь я сижу оттуда и оттуда шнур тяну да этот шланг нет тут надо вдвоем мыться и помой меня пожалуйста я посижу я здесь устал мыться сел посидел и наше любимое слово наконец-то мы выучили покет-дор или как правильно ну-ка а произношение пекет пакет но пакет это как карман пакет-дор значит еще продолжаем учить покет-дор дверь который заходит в стену вот посмотрите таким образом но она экономит место и высокие двери высокие двери в этом доме везде посмотрите буквально да 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 это мне очень нравится что двери высокие хорошего плюс скажем так а вот я значит зашла сюда в принципе достаточно большую такую гардероб гардеробную слушай она одна здесь закроем надю пока хотелось этой стороны снять как он выглядит можно спрятаться можно жить такая маленькая комнатка все ну не скажу что она супер большая да так все компакт ненько смотри да что же доводчики красота-то какая-то не поленились это радует когда люди не ленятся и много работают так давай здесь посмотрим что такая небольшая нарния кладовка на . здесь можно всякую утварь бракло убирать найдет туда мы выйдем попозже пойдем на второй этаж надю там что-то заинтересовала попозже посмотрим уже тоже так поднимаемся на второй этаж так скажем про наш любимый минус что здесь лестница карпит ковер ковер ковролин все перебрали но все все поняли с одной стороны хорошо ковролин на втором этаже когда тут кто-то бегает особенно дети как бы звукоизоляция лучше да на первом этаже не так слышно но вот лестницу хотя бы я бы сделала деревянной можно я скажу можно я скажу да я как-то общалась с застройщиком даже уверена в этом тоже пульт холмс не уверена в этом комьюнити или нет это было где-то с полгода назад я задавала именно этот вопрос если можно изначально положить ламинат или дерево они это не очень любят но они сказали за ваши деньги за ваши в основном они предпочитают на втором этаже просто класть ковролин и даже в апгрейдит усовершенствованных домах как здесь все равно положили на втором этаже ковролин да 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 ну знаешь какой вопрос любят они не любят это конечно все хорошо что они там любят почему они объяснили это делать потому что это дешевле скорее всего да возможно дешевле для того чтобы положить деревянный пол на второй этаж им нужно нанимать как мне тогда объяснили отдельного контрактора то есть это будет они могут это сделать но это будет как бы ну дополнительно поэтому а такая ремарочка я знаю от людей которые покупали дома и с вторым этажом они оставляли карпит даже в апгрейд вариантах и сами переделывали его уже второй этаж под ламинат или под что-то свое потому что это выходило дешевле вот я только что даже мне даже тогда застройщик сказал что будет дешевле вам купить и самим переделать чем и нанимать контрактора то есть представляете то есть они все равно не вычтут этот ковролина с вашей стоимостью они его вам положат и причем они обязаны и я вот это слышала от своих знакомых которые так строили дом они сказали мы обязаны положить мы не можем даже вам не положить все мы положили а вы хотите сдирайте чего хотите то и делай сделали интересный с тем на самом деле в россии абсолютно также я знаю что в новостройках если ты покупаешь жилье с отделкой то у них есть стандартная отделка плитка выкладывается в ванной ванная сама устанавливается я помню у меня знакомая покупала она просила эту уродскую страшную ванную выкинуть и не устанавливать потому что она все равно будет ее выкидывать и ставить душевую кабину застройщик я отказал потому что так положено вот и все то есть двойная работа получается ну такой да может кто-то расскажет нам почему в комментариях кстати почему именно так все это делается что они все равно стелят ковролин устанавливает ванны несмотря на то что будешь выкидывать давай движемся у нас уже там внизу люди которые тоже смотрят этот дом так что это бонусная комната некоторые семьи делают из этой комнаты вторую гостиную например для детей еще одна tv-рум да слушай она очень уютная а я знаешь на что обратил внимание что посмотри потолки низкие здесь низкие то есть на первом этаже на втором этаже потолки невысокие здесь мы нашли уже одну главную мастер-бедрум который хозяйская спальня потом мы нашли кабинет это номер два и сейчас нам осталось найти мы сейчас посчитаем просто до 3 заходите дамы окошку ох ты мне нравится окошко большое иногда да вы замечали что в некоторых домах прям экономят на окошках делают очень маленький в спальне особенно в детских вот ну вот какое должно быть окно как минимум да скажите да большое красиво светлая комната очень класс а знаешь еще что мне народ а вот так ладно давай это влечем специалист передаем да не не специалист я просто ну как кто-то написал я тактильный человек мне надо обязательно потрогать что по материалам так далее просто смотрю из какой ткани сделал насколько качественно и вообще если их зашторить до конца до насколько они закроют от солнца блэкаут они или нет но они не блэкаут но их все равно вам сюда не включат так что так это так чисто для интерес для интереса ради любопытствия чего хотел сказать мне даже вот нравится что это окно именно сбоку а здесь кровать и если вы спите то вам не светит напрямую вот знаешь как отсюда здесь что нет здесь до 10 но я но не не светит вам солнце когда вы просыпаетесь очень грамотно продумано и верно подмечено до согласен с тобой абсолютно полностью и окно красиво и прораживая гардероб наши любимые полочки но вообще вот эти железные конечно убивают но так как это не лакшери хотя бы дом но он не не миллионник да то обратите внимание что у этой комнаты есть своя отдельная ванна глаз вот это супер часто встречается на две комнаты например одна ванна но возможно здесь такое есть мы посмотрим дальше идем дальше следующий комната проходите значит получается эта комната номер спальня номер два 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 для еще 2 до офис мы видели так вот вот какая симпатичная мятная комнатка тут тоже окна большие для комнатки да хорошие да и это стеклопакеты хорошего качества стеклопакеты мне нравится видно что они такие ну достаточно качественные 2 2 или 3 там до стекла у два точно есть я вижу двойные стекла будем ломать и миша я бы наверное не делал может быть они в качестве как безопасности они заблокировали пока не заклеили но скорее всего они специально так сделали чтобы все не открывали окна потому что на смотри ты пришел ты открыл окно и ты забыл и ты ушел то есть это электричество кондиционер или еще выпрыгнул дай бог лавилити тоже на дороге не валяется словами я не могу себе позволить этот дом так вот что можно еще подметить опять же в этом доме посмотрите одна стена покрашена немножко в другой цвет как такой оттенок розовый гардеробная ухты посмотрите какая большая что там что-то вообще класс я окно есть кошка есть служить и здесь даже можно сделать такую комнатку еще там знаешь компьютер поставить в комнату наказания если бы я ребенком была комната плача уютненько так что у нас здесь да он шумит налан чем у кондиционера не видели говори центральное кондиционирование вот еще моего закрыли от таких как мы им кто-то сказал что я еду и будет сейчас открывать ну так все это станет стейджинговая мебель она конечно же здесь что такое но хорошая скоро будут закрывать эти все шкафчики чтоб не лазили не говорим в общем эта мебель здесь не останется она просто для красоты тут окошечко вот чуть меньше ну они решили сделать маленькой я так понимаю потому что выход на крышу просто вид на крышу да ведь на крышу да и но они думают но смысл делать большое окно то что можно поселить нелюбимого ребенка или гостью ребенка это смешно так ну а здесь и гардеробная виде какая хотела зайти а некуда заходить вот она маленькая так что хорошо пусть будет это гостевая гостью и так согласен так это получилось у нас раз два три четвертая спальня и она как раз разделена одним то вот эти две спальни их дельта один туалет и ванная вот смотри тоже как сделали здесь шторки я так понимаю просто для красоты это не должно быть так ну да то есть они закрываются до конца функционал никакой нет ну смотри здесь много в принципе шкафчиков и одна раковина вот почему она рак да могли вот здесь вода могли две всунуть и вот это кстати самая дешевая сантехника с сифон и борода самый дешевый смеситель так а здесь у нас просто а полочки да такая что у нас а это у нас что кондиционер я думаю вот видишь 75 пойдемте вниз и как всегда на десерт и это бэк-ярд задний двор слушай так мы получается посмотрели сколько четыре спальни четыре спальни один офис правильно да ну и как и по традиции на десерт у нас это бэк-ярд задний двор пойдемте смотреть смотри здесь кстати стены они покрашены это не обои это покрашены и причем я вижу как не совсем аккуратно покрашена здесь краска подтекает даже если пристально присмотреться то увидите вот эти точки да это просто знаешь тейп лепили пленка была помазали ну такое честно ну как бы я все сказала шухер мы идем мы идем меня зовешь и мы быстренько так что уж найдите пусто 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 да окей надя а что тебя заинтересовало там на бэк-ярде нам очень интересно скажи пожалуйста просто я скорее всего ошиблась до этого честно говоря я не знаю размер лота именно этого да здесь нигде не сказано у них но посмотрите вот например соседний дом у них забор до конца да честно говоря непонятно по линии по линии видно что они сделали как бы отделение вот этого лота да и показали что линия она там возможно у соседа не стандартный лот да а он больше то есть было за это доплачено честно говоря в данный момент я точно сказать поэтому я и смотрела но этот лот может если он до конца он может стоить и 90 правильно скорее всего так да видишь недаром они сделали как бы вот такую линию да видишь кустики посадили чтобы показать что у этого дома такой лот вас не хотите больше лот вот пожалуйста до конца кстати еще можно я быстренько сейчас насколько я знаю но во многих комьюнити по моему в этом комьюнити тоже нужно будет спросить у застройщика у них разрешены только вот такие заборы как у соседа то есть виниловые белые заборы закрыты им полностью глухие они не разрешены и хорошо мне более открытые нравится когда на самом деле что так все пространство дышит лучше знаешь по мне отгородить деревьями в идеале вообще все что вообще заборов не было подруга карпыша пролетела так смотрите а тут вот что можно сказать для летней кухни есть заглушки стоят только все проведено только жалко что не установили показали как это будет есть в общем моменты которые моменты я думаю знаете почему они не парятся вот сейчас такой бешеный спрос что они иногда такие моменты упускают из виду фишечки да ну да вот могли сделать немножко обленились не до конца или я не прав я думаю что не знаю что я думаю я ничего не думаю я не думаю не выбираем до всех застройщиков кстати по-разному кто-то по-разному поэтому мы это были где летняя кухня до красивая не но я хочу сказать что здесь влезет хорошая летняя кухня и также здесь есть достаточно места посадить вообще всех гостей сделать больше стол и все на сюда прям напрашивается бассейн хочется напрашивается еще хочу сказать здесь смотрите немного под наклоном идет вот этот газон вот эта задняя часть это вот все-таки мне кажется небольшой минус потому что если будет дождь ливень это будет немного подзатапливаться но смотря как они здесь дренажной системы не знаю я уверена ну я и надеюсь я все-таки уверена что они сделали предусмотрели правильно да и даже сильный дождь если будет то здесь все куда надо будет стекать ну да на этом все друзья мы посмотрели но нового застройщика новую модель спасибо наде то что провела нам экскурсию по цифрам и по всей информации будем прощаться всем пока спасибо друзья большое за то что вы нас смотрите комментируете мы очень рады вас видеть и когда вы нас видите тоже очень рады спасибо большое июле что пригласила меня и михаила снова и до следующих встреч пока пока муравей Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! 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 Спасибо за просмотр!